Добрый день! В прямом эфире программа Вести Ульяновск в студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Регион горит. Сразу три больших пожара случилось в области в минувшие сутки. Пострадали дома, дачные участки и библиотека. Новости из Теренгурского района. Дорога размыта и разбита. Острая проблема жителей Вырыпаевки теперь на глазах у всех. Эдуард Истомин вместе с Народным фронтом прошелся по ямам. Свежий местный хлеб, да еще и даром. Семь тосов Ульяновского региона смогли открыть пекарни, чтобы радовать жителей теперь и вкусными кирпичиками. И начинаем выпуск с ЧП. В Теренгульском районе накануне произошло сразу три крупных возгорания. По предварительным данным района, главы района от поджога мусора в селе Ясашное Ташла сгорели два жилых дома и муниципальная библиотека. В Михайловском сельском поселении горела сухая трава. Третий очаг пришелся на садовое товарищество Ташлинское. Там пожар охватил 10 дачных участков. Подробности всех пожаров сейчас уточняются в МЧС. Напомним, в регионе объявлен пожароопасный сезон. Запрещено сжигать отходы и разводить костры в лесах. Нельзя выжигать сухую траву на землях сельхозназначения. Наказание административное, а порой и уголовное ответственность. Федеральные эксперты обследовали реки Ульяновской области. Во время паводка высокий подъем воды произошел в реках Сызранка, Терешка и Усть-Кулатка, вследствие чего подтопленными оказались населенные пункты, пострадали дома и объекты инфраструктуры. И в целях предотвращения дальнейших подобных событий и повторения, соответственно, с субъектом было подготовлено обращение в адрес федерального центра с просьбой провести работы по расчистке русла данных рек. Мы ожидаем реакции, что включит в бюджет следующего года проектирования и сами работы, соответственно, еще через год. В настоящее время в Чердаклинском районе завершается расчистка Юрманского залива. Ожидается начало работ по восстановлению свияги в Ульяновске. Планируется разработка проекта экологической реабилитации Ивановского залива в Старомайнском районе. Все работы проводятся за счет федерального финансирования. Увидеть отрадную и умереть – так перефразировали крылатую фразу жители Ворыпаевки. Многие из них живут на второй улице Бутурлиных и из городской цивилизации их связывает лишь одна единственная дорога. Но в межсезонье не спасает и она. Непроходимой проблемой заинтересовался Народный фронт и наш корреспондент Эдуард Истомин. За хлебушком в магазин, за пятерками в альмаматор, а еще на любимую работу. На второй улице Бутурлиных считает, что дорогу к отрадной осилит идущий. Правда, в рыбацких сапогах либо как в цирке с балансиром. Хотя альтернативы есть. Есть дорога через Самарскую, которая получается, чтобы в школу прийти наши дети, должны пройти 2 километра 700 метров до школы, до 70-й. Но обходной маневр давно сидит в печенках у Ворыпаевцев. Люди закидали жалобами город. Хватит, говорят, надоело. То у них бюджет не заложен, деньги. И каждый год это повторяется, повторяется из года в год. В ответ прилетело письмо от городского чиновника. Детская, два года назад эту дорогу отсыпали щебенкой. Но люди полагают, что Акелла промахнулся. Дети, которые на усадиках сейчас нашел, у них есть. То есть они должны ходить будут тоже по этой же грязи. Это что вы там говорите, вы сделали отсыпку в 21-м году. Писанина от чиновников заинтересовался Народный фронт. Их активистов не устроило, что люди ежегодно слушают одни и те же сказки. Фронтовики считают, что репертуар пора сменить. С небылиц на реализм. Мы в рамках мониторинга дорогу в школу берем на контроль. У нас есть специальный реестр, всероссийский реестр, где мы обозначаем все проблемные дороги. И она у нас на контроле, пока вопрос не решится. Но чиновники быстро вышли к людям. Переварив порцию критики, ответственные лица публично обещали привести дорогу жизни в порядок. Сначала нам делать нужно в этом году основание. Приступим к этому, наверное, где-то после майских праздников. Бросим туда трубу. Здесь делаем продольный профиль, более нормальный. Ну и будем работать до 1 сентября. По цепке дороги тоже мы этого проблем будем решать в этом году. Дорога дорогой, но проблемы комплексные. А причина подтопления непролазной грязи в плохом отводе воды от Вырыпаевки. Хотя от села до железнодорожного пути есть уклон. Лагу раньше отводили дренажом, но его засыпали. Надо открыть дренаж, который стоит около гаражей. И его обязательно открывать надо. Но что тогда будет с прудом возле Шолмова 45 и 47? Два года назад жители этих домов бились за него и уток. А если дренаж открыть, то утиные квартиры могут пострадать. Просто мы откроем и опять получим дополнительную точку. Будем собираться, договариваться с экологами, договариваться с жителями. Вопрос не закрыт, но проблема уже не замалчивает. Хотя бы с той же грунтовой трассы и с села. Народный фронт готов помогать людям с помощью мониторинга школьных дорог. Адрес штаба Кузнецова 20, телефон 418542. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Благотворительный фонд «Дари добро» отправляет в зону СВО термосы для пищи, портативные рации с антеннами, многофункциональные носилки. Полезный груз передадут в распоряжение 31-й воздушно-десантной бригады. Ну а сюрпризом для наших воинов станет компактный УЗИ-аппарат. Он применяется в полевых условиях. Ускоренная диагностика поможет сохранить здоровье и возможность жизни солдат и офицеров. Само устройство заряжается за полчаса, а изображение выводится на экран сотового телефона. Для работы УЗИ-аппарата используется мобильное приложение. И через экран телефона можно сканировать орган, который пострадал, например, во время ведения боевых действий и предпринять необходимые действия до госпитализации. Он практически не уступает по своим техническим характеристикам тем большим аппаратам, которые находятся в госпитале. А вот носилки обладают повышенной прочностью. Их, кроме переноса больных и раненых, можно использовать для подъема на высоту. А еще приспособить в виде гамака или навеса. Общая стоимость гуманитарного груза почти 2 миллиона рублей. По словам Ольги Солодовниковой, деньги с начала СВО уже пожертвовали полтысячи организаций с различным правовым статусом. А физическим лицам, которые стали благотворителями, в фонде уже потеряли счет. В Ульяновской области открылись социальные пекарни. Испеченный в них хлеб бесплатно раздают жителям региона. Реализация проекта стала возможна благодаря фонду президентских грантов. Заявку туда отправляла областная ассоциация ТОС. О готовности менять жизнь в селе и помогать соседям смотрим прямо сейчас. Ловкими движениями пекарь местного ТОСа раскладывает тесто по формам. Хорошее тесто получается. Очень, отличное. Вот этот хлеб я сейчас повезу в ТОС. Хрустящие кирпичики хлеба прямо из печи – то, что поднимает настроение отныне и каждый день семьям в семи поселках Ульяновской области. Жители бесплатно получают свежие буханки. В основном это пенсионеры, малоимущие, многодетные и семьи участников СВО. Вишкаемский район ТОС – родина. Одно из самых старых общественных территориальных самоуправлений Ульяновской области. Ему уже больше семи лет. За это время люди успели поучаствовать сразу в нескольких федеральных конкурсах, выиграли деньги. На них они смогли отремонтировать библиотеку, которая за моей спиной, привести в порядок родник. Ну а пекарня – это один из последних и наверняка самый вкусный из проектов. В селе Белый Ключ живут в основном люди преклонного возраста. Своя пекарня для них – это всегда свежий и вкусный хлеб. Что вы, ребята, это такая радость для нас. Это как находка золотая. Вот каждому попроси, кто не может туда в район попасть. Это как? Так что это очень даже нам. Благословенный хлебушек. Благословенный хлебушек по домам разносит глава местного ТОСа. Говорит проект, хлеб насущный, решили реализовывать не думая. Хоть было поначалу и страшновато. Здание под пекарню передала администрация. Своими силами восстановили освещение, провели необходимый ремонт. А уже на грантовые средства им поставили печи, столы, тестомес и другое оборудование. Команда у нас сплоченная. Работаем мы совместно. Потому что без поддержки населения ничего нельзя сделать. Поэтому первая цель была именно сколотить команду. Ну и вот если есть поддержка, то мы горы свернем. ТОС – территориальное общественное самоуправление. За счет работы его активистов и благодаря поддержке федеральных грантов в Ульяновской области развиваются сельские и городские территории. Председатель региональной ассоциации Владимир Сидоров рассказывает, как родилась идея проекта «Хлеб насущный». Наша ассоциация ТОС в Ульяновской области подала заявку на фонд «Политетский грант». И как раз фонд «Политетский грант» нас поддержал. Выигран было в районе 10 миллионов рублей. 5 миллионов – привлечено из средств фонда «Политетский грант». И в районе 5 миллионов было зафинансировано как раз нашей ассоциации, наших жителей. За эти средства планировалось сделать 5 пекарен. В связи с тем, что заявок оказалось намного больше от сельских, от сел, мы открыли сейчас 7 пекарней. В Барышском районе одна из жительниц даже выделила часть собственного дома для создания такой пекарни. Другие активисты поддержали ее, и дело пошло. Хлеб изумительный, очень вкусный. Стехи едят от всей души. Впереди у каждого ТОСа много планов. Областная ассоциация помогает оформлять документы и выигрывать грант за грантом. Но главное тут – стремление людей преображать жизнь вокруг себя. Ксения Грищенко, Денис Миронов. Вести Ульяновск. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей и гетто отмечается 11 апреля. Сейчас в Ульяновской области проживает 72 бывших узника. Александра Кайновская – одна из них. Ей было 12 лет, когда она со своей семьей, мамой и сестрами попала в концлагерь. Мама была с нами, как наседка нас всех окружала, так холодно было, как могла, сберегала. Вот так мы прожили два месяца. Был сыпной тиф в это время в лагере. Мертвых собирали, бросали воров, которые были тут рядом. А которые выживали и выживали. Из 18 миллионов узников фашистских лагерей, тюрем и гетто 11 миллионов человек были уничтожены. Проектная мощность только одного концентрационного лагеря освенцем позволяла уничтожать до 30 тысяч заключенных в день. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Такой лозунг висел над воротами Маутхаузена, другого фашистского лагеря уничтожения. Его за стенки прошел Петр Щукин, отец Нины Мартьяновой, который теперь заведует музеем его имени. Петр Щукин был участником подпольной многонациональной организации, состоявшей из людей 47 национальностей. Сегодня это особенно актуально, потому что эти люди в раннем детстве видели фашизм, его звериное лицо и то, что сейчас происходит, должно обязательно быть, служить напоминанием того, что это не должно повториться. Для узников фашистских концлагерей в Центре детского творчества номер один прошел концерт, а еще всех угостили солдатской кашей. Вместо маленького временного храм большой и постоянный. Митрополит Симбирский Инвас Паский совершил великое освящение нового храма в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на территории Ульяновской областной клинической наркологической больницы. Маленький временный храм в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» был построен на территории областной наркологической больницы в 2017 году. Со временем количество прихожан увеличивалось, поэтому возник вопрос о строительстве нового, более крупного храма. Здесь стены-то сделаны, но пол черновой, планикодела нет, много чего нет. И в то же время служить в маленьком храме было, мягко говоря, неуютно. То есть храм давно уже, то есть люди, церковь, приход выросли уже из того маленького храма, который был до этого. И сейчас, на сегодняшний день, мы уже будем молиться в новом храме. И даст Бог, это привлечет также многих и многих прихожан. Во время великого освящения нового храма совершается утверждение престола нового храма – образа гробницы святого, так как в древности литургии совершалось на гробах святых мучеников в катакомбах. Затем престол и весь храм помазываются миром. Стены храма внутри и снаружи окропляются святой водой. Совершается крестный ход вокруг храма с мощами святых, которые затем закладываются в основании престола. Сегодня мы совершили очень древний и умилительный чин великого освящения храма, после которого храм из обычного здания, пусть и красивого, пусть и с хорошей архитектурой, становится храмом Божьим. Как сказано в одной из молитв сегодняшнего чинопоследования, местом селения славы Божьей, местом, где человек встречается с Богом в таинствах церковных. Затем владыка Лонгин совершил первую божественную литургию в освященном храме. Затем владыка Лонгин совершил первую божественную литургию в освященном храме. Умение, стремление, деньги, все у кого что было для того, чтобы этот храм здесь появился, и в нем могли бы собираться люди на молитву. Ктитр храма Сергей Рябухин был удостоен медали святого блаженного Андрея Симбирского второй степени. Архиерейские грамоты получили благотворители и помощники в деле строительства храма. Елена Тимунина, Сергей Николаев, Юрий Конихин. Симбирская митрополия. Вести. Ульяновск. Ульяновский многопрофильный техникум «За спорт». Там стартовал месячник здорового образа жизни. Это будет 30 спортивных мероприятий, которые пройдут в техникуме и за его пределами. Открыла марафон жизни коллективная утренняя зарядка с мастером спорта по спортивной гимнастике Ларисой Бондаренко. Все ради бодрости и хорошего настроения. В течение этого месяца будет привлечено внимание к здоровью, к здоровому образу жизни, к спорту. Те мероприятия, которые будут проходить в стенах техников и не только в стенах, а выездные, это показать, насколько это важно быть здоровым, энергичным, молодым в этом жизни. Для поднятия спортивного духа месячник помогали открывать представители Министерства спорта и так называемый Олимпийский патруль. Они наградили лучших спортсменов техникума почетными грамотами и привезли с собой выставку «Новое спортивное золото России». Проект наглядно показывает, что спорт – большая и объединяющая сила. Есть и еще одна миссия. При этом техникуме есть великолепная площадка, но она старая и заброшенная. Поэтому надо как-то постараться изыскать деньги, сделать ее цивилизованную, красивую. И она будет работать не только на ребят техникума, она будет работать на всех жителей микрорайона. А микрорайон УЗТС достаточно большой. И ближайшая площадка – это только УЗТС, а это ого-го, как далеко. Макет современного стадиона на замену старому готов. Осталось только объединить усилия ведомств региональных Минспорта, Минпросвещения и Олимпийского комитета. И его реализовать. Инструментом для этого может стать программа развития студенческого спорта. Она рассчитана до 2024 года включительно. И на этом выпуск программы «Вести Ульяновск» подходит к концу. Я не прощаюсь с вами. И впереди еще информация о погоде. Сейчас в Ульяновске 14 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 27%. Ветер восточный 3 метра в секунду. Продолжение следует... Продолжение следует...